Новости на восьмом и ближайшие 30 минут посвятим основным событиям из жизни Владивостока. Меня зовут Павел Унучик и вот о чем я и мои коллеги расскажем далее. Без лишних слов и только по существу глава профсоюзов России вывел приморцев на митинг. О том, с какими просьбами к правительству и к чиновникам обратились работники Владивостока и Приморья, расскажу я, Инна Щедрова. Заботиться о здоровье надо летом, как подготовить свой иммунитет, чтобы не болеть. О том, что делать осенью, чтобы не заболеть, расскажу я, Александра Нитай. Помочь, чтобы не навредить. Школу реабилитации открыли во Владивостоке. Именно поднять вопросы человеческого отношения к своему близкому, к своему родственнику. Кроме того, сегодня в выпуске покажем, какой должна быть библиотека в 21 веке и еще континентальная хоккейная лига пришла в Китай. Но об этом немного позже, а сейчас оперативная информация. Владивосток оставили без холодной воды. Ее отключили сегодня в большей части краевого центра. Засуха вынуждена вторглась в быт жителей всех районов, за исключением Первомайского. Отмечу, что отключение это мероприятие запланированное. Воду обещают вернуть в дома сегодня к полуночи. Однако уже завтра с 8 до 22 часов ее опять перекроют. Теперь уже в большей части Первомайского района. Ну а теперь о главном событии. Профсоюзы Приморья вышли на митинг. Утром они собрались на привокзальной площади с лозунгом «За справедливую бюджетную политику». Местный пролетарий также поддержал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. А накануне Крайв сколыхнула новость об уходе со своего поста Виктора Пинского, который возглавлял региональную организацию на протяжении нескольких лет. Насколько силен Институт профсоюзов сегодня, об этом Инна Щедрова. В день действий профсоюзов за достойный труд протестные митинги начались здесь, в Владивостоке, и продолжатся по всей России, вплоть до Калининграда. Люди вышли с единым девизом за справедливую бюджетную политику. Оптимизация численностей структуры медперсонала, сокращение числа образовательных учреждений и студентов-бюджетников, а еще урезание соцподдержки незащищенных слоев населения и повышение пенсионного возраста. Все эти изменения содержит проект федерального бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018. И с этими позициями совершенно не согласны те, кто сегодня вышел на привокзальную площадь. Нам необходим достойный труд. Всем людям наемного труда необходимо достойное рабочее место и достойная заработная плата. И мы будем этого требовать и добиваться. И некоторых результатов в этой борьбе профсоюзы уже добились. За последние пять лет работникам Приморья удалось вернуть полтора миллиарда рублей. Отвоевывать приходится и самих сотрудников. Так за каждого специалиста боролись в Даленергосеть-проекте. Несмотря на то, что эти люди проектировали энергосбережения всего Дальнего Востока, саммита АТЭС, олимпийских объектов, в один момент для своего региона они стали никем. Вообще планировали сократить наш коллектив, цитата, без шума и пыли. То есть к 30 июня планировалось, что уже никого не останется. Но в результате того, что коллектив сплотился, начал какие-то протестные действия, стали писать письма, выражать недовольство, обращаться в профсоюзные организации. Все это привело к тому, что на сегодняшний день, хотя сократили всех, но созданы альтернативные рабочие места. Активно о своих правах на митинге напоминали и сотрудники образования, как среднего, так и дошкольного. Основная проблема, по словам выступавших, фактическая работа сразу по нескольким ставкам за одну зарплату. У нас сокращен музыкальный руководитель – я музыкант. На утреннике – я актриса. У нас сокращен физкультработник – я физкультработник. В регионе по-прежнему остро стоит проблема нехватки кадров в сфере образования. Молодые специалисты до сих пор неохотно идут работать в сады и школы. Мы вынуждены работать на две ставки в две смены. Только тогда она будет средней по региону. Средняя заработная плата учителя на сегодня реально 17 тысяч рублей. Поэтому мы здесь. Многие понимают – соглашаться на маленькую зарплату – значит рисковать. Достаточно пообщаться с пенсионерами, которые сегодня тоже в рядах митингующих, или даже с работниками крупных предприятий, которые своей профессии посвятили всю свою жизнь. А сегодня пришлось отложить рабочий инструмент и взять в руки плакат. А вы кем работаете? Нашим механикам. А сколько получаете, если не секрет, конечно? Уважаемые участники митинга – 20. Отстаивать свои права учатся и студенты. Сегодня они тоже вышли на митинг. Оказалось, в университете можно не только выучиться по специальности, но и научиться бороться за свои права, не только за партами. Это могут быть конфликты с администрацией, какие-то решения ситуации, знаете, спорных, когда не совсем понятно, кто прав, кто виноват. Но могут быть проблемы в общежитиях, проблемы с переселением и так далее. Сегодня на привокзальной площади около полутысячи человек. Люди организованно приехали из других городов Приморья. И даже если всероссийский митинг реакции у чиновников не вызовет, каждый уйдет отсюда с главной мыслью – он не один, и за достойный труд бороться готовы. Миллионы по всей стране. Инна Ищедрова, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Теме вознаграждения за труд мы посвятили наше бесплатное голосование. Сегодня нам интересно, а вам задерживали зарплату? Те, кто работает на предприятии, где деньги выдают в срок, набирайте номер 249-88-06. Если вы буквально как милостыню просите у начальства свою законную заработную плату, звоните по номеру 249-88-07. Как всегда, итоги узнаем в конце выпуска, а пока перейдем к другим темам. Список дальневосточников, которые претендуют на льготные авиаперелеты, расширили. Изменения подготовили по программе субсидирования из федерального бюджета. К слову, изменения касаются категории граждан, которые имеют право воспользоваться специальным тарифом на авиапереоски. В нее теперь включили инвалидов с детства второй и третий групп. Также в списке субсидированных направлений фигурирует лишь одно во Владивосток. Это перелет из Хабаровска. Напомню, все изменения уже подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Осень, сезон похолоданий и как результат болезни. Некоторые из нас проходят этот период без существенных воспалительных процессов, но многие страдают от осложнений. Специалисты ведут несколько ключевых ошибок, которые мы допускаем по отношению к собственному иммунитету. В чем кроется секрет крепкого здоровья и как не стать жертвой вирусов, расскажет Александр Нитай. Вы ничего на дороге не находили? Отдайте, говорю. Что вы потеряли? Ярик, а что вы потеряли? Здоровья. В этом году октябрь настиг Владивосток штормовым ливнем и теплую погоду буквально ветром сдуло. Температура воздуха опустилась так резко и стремительно, что многие горожане просто не успели опомниться, а уже пора сменить сентябрьские футболки на утепленные куртки и пальто. Именно в это время года, когда наш организм перестраивается к холодам, мы больше всего подвержены к заболеваниям. До 15 октября, повторяю, можно сделать прививки против гриба. Если они делаются в центрах вакцино-профилактики, то там делаются платными вакцинами зарубежными. По поликлиникам, по месту жительства делаются бесплатные вакцинации. Это отечественная вакцина и гриппол, а для детишек это гриппол плюс. На защите нашего здоровья всегда стоит иммунитет, и врачи каждый год напоминают. О нем стоило бы думать не только тогда, когда организм дал сбой, а поддерживать круглый год. И спасение не в лекарствах. Список рекомендаций для тех, кто заботится о своем здоровье, прост и большинству давно известен. Прежде всего, старайтесь избегать стрессов. Все раздражающие факторы влияют на состояние как нервной, так и иммунной систем. Спите минимум 7-8 часов, тогда организм с легкостью распознает попавший вирус и нейтрализует его. Ограничьте количество углеводов, меньше принимайте алкоголь. Вместо этого лучше увеличить количество кисломолочных продуктов, фруктов и овощей. Закаляемся понемножку. Ну, в общем, все. В основном у моря у нас прогулки с ребенком. Чай с лимоном, мед. Такое только. Спортом занимаюсь. Воздухом свежем дышу. А если все-таки народные средства защититься не помогли, и вы ощущаете симптомы настигающего заболевания, не стоит сразу же пить горстями антибиотики. Порой самолечение может только навредить. Кроме того, не стоит забывать и о самых элементарных способах защиты от болезни. Осенью лучшими аксессуарами станут теплые носочки и шарф. Александра Нитая, Василий Косилов. Новости на Восьмом. Школу реабилитации открыли во Владивостоке. Специалисты рассказывали и показывали родственникам, как сделать комфортнее быт тяжелобольных. Однако те, кто пришел в школу, отметили. Большое значение имеет все-таки психологическая подготовка. Моя коллега Анна Бережная также посетила бесплатные занятия. Я тебе постель перестелила. Судно у тебя чистое. Сама ты сухая. Да, сухая. Что тебе от меня было нужно? Уход за тяжелобольным человеком – серьезное испытание. И выдержать его способен далеко не каждый. В какой-то момент помощь требуется и тому, кто заботится. Справиться с накопившимися эмоциями и проблемами помогают в школе реабилитации. Врачи родственник, по сути, именно они способны побудить неизлечимо больного человека, изведать жизнь до последнего мгновения. Родственники тяжелобольных, социальные работники, сиделки и волонтеры. За четыре года в школу реабилитации обратились около 500 жителей края. На бесплатных занятиях можно задать любой волнующий вопрос. Лариса Меркулова уже 25 лет помогает пожилым, одиноким и страдающим серьезными заболеваниями людям. И рассказывает, самое сложное – не показывать собственной усталости. За новыми силами приходит на занятия в школу. Психолог приходит, все рассказывает, уже набираешься опыта, как с данным человеком. Потому что люди все индивидуальные, к каждому надо относиться по-разному. Главная задача психологов – научить правильно относиться к одинокому или тяжело больному человеку. Самая распространенная ошибка – чрезмерная забота, которая зачастую может и навредить. Вполне возможно, что человеку нужна совсем другая помощь. Все пионеры должны помогать больным и несчастным. Что вы собираетесь делать? Мы можем вам по хозяйству помочь. Улучшить ситуацию способны всего несколько занятий. А закрывать глаза и не признавать собственной усталости от постоянного напряжения не стоит. Лучший выход – обратиться за помощью к специалисту. Стирается информация негатива, и что ты поворачиваешься к человеку, к этой ситуации. Да, есть больной в семье. Но это же для нас, для всех, для чего нужна эта ситуация. Это же тоже для нас как проверка, как мы справимся, как мы себя поведем. Важно всегда помнить, что напряженная атмосфера никогда не принесет положительного результата. А лучшим лекарством для больного иногда может стать и просто ваша улыбка. Анна Бережная, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Ну а сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Покажем, какой должна быть библиотека в 21 веке. Континентальная хоккейная лига пришла в Китай. И подведем итог бесплатного голосования. Сегодня нас интересует, а вам задерживали зарплату? Напомню, сегодня с вами я, Павел Нучек, и во второй части выпуска. Покажем, какой должна быть библиотека в 21 веке. Континентальная хоккейная лига пришла в Китай. И подведем итог бесплатного голосования. Сегодня нас интересует, а вам задерживали зарплату? Минимальную стоимость ВИН определяют в России. С таким заявлением выступили представители Росалкогольрегулирования. Цены обещают озвучить перед Новым годом. Делают это специально для того, чтобы обезопасить нас от контрафакта перед праздником. Как заверили специалисты, минимальную таксу установят сперва на игристая, а затем на остальные вина. По предварительным данным, розничная цена на старте составит 131 рубль за бутылку. Однако эксперты уверены, что ценник подкорректируют и поднимут до планки в 150 рублей за бутылку. Кстати, теме денег мы посвятили наше бесплатное голосование. Сегодня нам интересно, а вам задерживали зарплату? Те, кто работает на предприятии, где деньги дают всегда в срок, набирайте номер 249-8806. Если вы буквально как милостыню просите у начальства свою законную заработную плату, звоните по номеру 249-8807. Итоги узнаем совсем скоро. А пока мнение гаража на улицах Владивостока. А вам когда-нибудь задерживали зарплату? Сталкивались с таким? Нет, у нас все благополучно зарплатой. Нет. Всегда все исправно? Да. Когда-нибудь задерживали зарплату? Сталкивались? Да. Это неотимая часть нашего дела, нашей жизни. Нет. Нет. Такого я не испытала. Было хорошее время советское. Нам нет. Я на властье работаю, нас никогда не задерживают. Ровно до 15-го числа, каждого месяца. Да ничего, вовремя. Нет. Раз. Вам задерживали зарплату? Нет, нет, не задерживали. Всегда вовремя все платят? Да. Каждый день. Спасибо нашей администрации. Несмотря на развитие современных технологий, россияне продолжают читать. К такому выводу пришел фонд общественного мнения. Оказывается, больше трети наших соотечественников проводят время в обнимку с любимой книгой. И это 42% опрошенных. Причем эти люди предпочитают именно отечественных авторов. 20% респондентов никогда не открывают книгу в свободное время. И нетрудно почитать, что все остальные, а это 38%, хоть изредка, но все же читают. В общем, не все потеряно. Кстати, на сегодняшний день самая читающая страна в мире – Великобритания. Видимо, спасибо Гарри Поттеру. Новейшую библиотеку открыли во Владивостоке. И учреждение пережило не только капитальный ремонт, но и претерпело ментальную революцию. Руководители Владивостокской библиотечной системы уверены – современная библиотека выходит за границы хранилища знаний. В 21 веке это современный центр, в котором есть необходимая для каждого информация. И если хотите, это даже развлекательный центр. О том, что ждет городские библиотеки, Наталья Ладудько. Нравится вам здесь? Да! Яркие потолки, необычные книжные полки и новая компьютерная техника. Такой подарок сделали жителям Первомайского района. В обновленной библиотеке расширили читательские залы, так что она готова принять всех желающих. Я думаю, вы сами понимаете, видите, какая атмосфера. Здесь, проезжая мимо, можно будет остановиться, зайти и посмотреть, как на самом деле это происходит. Меня это радует, и это шаги к тому, чтобы у нас, как когда-то мы гордились, что самая читающая страна. Пусть у нас будет самый читающий в стране город. Обновили библиотеку не только снаружи, но и изнутри. Например, изменили отношение самих сотрудников к дисциплине. Ведь литература не всегда требует тишины, порой ее хочется бурно обсуждать. Вот такой жест привыкли видеть посетители библиотеки. Но только не это. Здесь постоянно звучит детский смех и живая атмосфера. И о том, что сами дети думают об этом, мы решили узнать у них лично. Тут очень уютно. Тут красиво. Обычно в библиотеках там огромные просто простые полки. И там все завалено неинтересными книгами. Красивое, нравится. Я вообще библиотеки очень люблю. Тут интересно, и тут можно проиграть. Очень здорово. Книжки очень разные. Я раньше ходила в другую библиотеку, но тут вообще... Альтернатива бумажным – электронные книги. В огромном каталоге здесь можно найти литературные новинки на любой вкус. Это почти миллион экземпляров. Кстати, знания дети получают не только из литературных источников, но и во время мастер-классов. Так библиотека становится не просто книгохранилищем, а местом, куда хочется возвращаться. Это полноценный мультифункциональный центр, где можно получить не только какие-то знания из книг, но и знания от общения. Да и просто ты заходишь в атмосферу, которая не унижает достоинства горожанина. Это уже не первый подобный опыт. В 2015-м обновили библиотеку на Леонова-21. И до конца года планируют изменить еще две на Змеинки и Котельникова. Кстати, первые результаты нововведений уже есть. Читательский спрос пока не намного, но вырос. И может быть, если жители Владивостока вернут популярность библиотекам, вслед за нами туда отправится вся страна. Наталья Ладузька, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом. Спонсор рубрики «Ресторан-пивоварня» Паулайнер. И теперь о спорте. Континентальная хоккейная лига придет в Китай. Вопрос этот уже решили первые ласточки команды «Адмирал» и «Амур», которые проведут выездную игру. Место встречи – Харбин. И по заявлению организаторов матча, это будет дальневосточное дерби в рамках регулярного чемпионата. Его проведут в феврале следующего года. Более того, есть планы по проведению еще одной встречи в Поднебесной, опять-таки с участием дальневосточных команд. Отмечу, что руководство КХЛ не раз говорили о возможном включении в лигу китайской команды. И якобы это шаг неизбежный. Тем временем хоккеисты «Адмиралы» готовятся к очередной выездной серии. Сегодня моряки вылетели в Екатеринбург, где уже в четверг сыграют с местным автомобилистом. Напомню, завершат серию «Приморские спортсмены» в Сибири 14 октября. Подробнее о календаре игр наш спортивный обозреватель Максим Яковлев. «Приморский Адмирал» готовится начать выездную серию, состоящую из четырех матчей. В поездку отправилось 27 игроков. На выезд взяли сразу трех вратарей, среди которых и Иван Налимов, отметившийся не только последними сухими играми, но и званием лучшего голкипера КХЛ на предыдущей игровой неделе. Травмированный защитник Андрей Плеханов и нападающий Никлас Бергфорс остались во Владивостоке, где будут готовиться по индивидуальной программе. Моряки уже прибыли в Екатеринбург, в столицу Урала, наши хоккеисты сразятся с местным автомобилистом. 10 октября «Приморцев» ожидает поединок в Ханты-Мансийске против Югры. Затем моряки отправятся в Казахстан. 12 октября в столичной Астане команда встретится с местным «Борысом». И завершающий матч выездного турне состоится 14 октября в Омске против «Авангарда». Все будущие соперники, кроме «Бориса», находятся выше Владивостокской команды в турнирной таблице. «Адмирал» пока расположен на 12-й строчке. У «Приморцев» 28 очков, из которых 16 отыграны в гостях. Это один из лучших показателей в чемпионате, поэтому болельщики ожидают от выездной серии результат куда лучше, чем от предыдущих домашних игр. Кстати, именно на них «Адмирал» презентовал авторское видео. В нем команда благодарит фанатов за поддержку, которая сейчас как никогда нужна спортсменам. Спасибо, что даете нам силы. Идти дальше. Спасибо, что вы наша семья. Вы наша команда. Спасибо, что создаете традиции. Спасибо, что вы побеждаете с нами. На предстоящих выходных в спорткомплексе «Олимпийц» состоится открытый Кубок Владивостока по кикбоксингу. Кроме местных бойцов, на соревнования приедут более 150 спортсменов из Артема, Уссурийска, Находки, Лесозаводска и других городов. В сезоне 2015-2016 этот турнир станет первым. Кубок Владивостока традиционно откроет боевой календарь после летних каникул. Открытый статус турнира позволяет участвовать спортсменам не только из Владивостока, благодаря чему получается подбирать интересные пары в разных возрастах и весовых категориях. Иногородние тренеры охотно везут своих воспитанников, в том числе начинающих. Отмечу, что с каждым годом также заявляется все больше девушек. Поболеть за спортсменов и спортсменок приглашают всех желающих. 10 октября в 10.00 состоятся предварительные бои, а финальные схватки можно будет увидеть 11 октября в это же время. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Профсоюзы Приморья вышли на митинг. Утром они собрались на привокзальной площади с лозунгом «За справедливую бюджетную политику». Местный пролетарий также поддержал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Осень – сезон похолоданий и как результат болезней. Некоторые из нас проходят этот период без существенных воспалительных процессов, но многие страдают от осложнений. Специалисты видят несколько ключевых ошибок, которые мы допускаем по отношению к собственному здоровью. Школу реабилитации открыли в Краевом центре. Специалисты рассказывали и показывали родственникам, как сделать комфортнее быт тяжелобольных. Однако те, кто пришел в школу, отметили – большое значение имеет все-таки психологическая подготовка. Современную библиотеку открыли во Владивостоке. Учреждение пережило не только капитальный ремонт, но и претерпело ментальную революцию. Руководители Владивостокской библиотечной системы уверены – в 21 веке учреждения должны превратиться в современный информационный и развлекательный центр. Хоккеисты «Адмирала» сегодня вылетели в Екатеринбург, где уже в четверг сыграют с местным автомобилистом. В рамках выездной серии моряки также встретятся с «Югрой» и «Борысом», а завершат турне в Сибири матчем с местным «Авангардом» 14 октября. Подведем итог бесплатного голосования. Сегодня нам интересно – а вам задерживали зарплату? И сейчас я останавливаю голосование. Итак, результаты бесплатного голосования на экранах. Напомню, вопрос звучал так. А вам задерживали зарплату? Поколение тех, кто работал в 90-е и даже в начале 2000-х, прекрасно помнит период, когда деньги на предприятии задерживали не то чтобы на несколько дней, людям не платили месяцами, а иногда давали получку в лучшем случае консервами или товарами, которые выпускал тот или иной завод. Но это уже все произошло. Если есть что добавить, пишите на страничках 8-го канала во всех социальных сетях или звоните номер 249-88-12 и уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу, мы поможем. 8-й канал, главный Владивосток. Национальный парк Бекин наконец-то получил официальный статус. Пилотный проект особой охраняемой зоны получит подтверждение правительства до конца этого года. Напомню, парк разместится на территории более миллиона гектаров. Он позволит сохранить не только уникальные природные ресурсы, но и уникальные этнические традиции. О том, что нацпарк Бекин получит официальный статус в этом году, а финансирование уже в следующем, заявил глава Министерства природы и экологии Сергей Донской. Кстати, в эти дни министр находится с рабочим визитом во Владивостоке. На русском острове собрались начальники заповедников и национальных парков страны, вместе обсуждая дорожную карту развития окружающей среды. За последние несколько лет приморская фауна стала ближе к народу. И дело не в том, что звери выходят к людям, а в том, что специалисты при помощи современных технологий показывают жителям городов будни диких зверей в тайге. За это время героями интернета стали кабан, леопард и медведь. Предлагаю вспомнить их достижения в рубрике без комментариев. Ну а сразу после подробный прогноз погоды. С вами был я, Павел Унучик. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Санос». Цифровая флюорография в медицинском центре «Санос». 2-42-98-70. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...